Whatever entity one is thinking in the moment of his death, that entity he becomes, is it right? Not exactly, but you're close. Не совсем, но достаточно близко. The word he uses is bhava. Точный термин, который он употребляет там, это bhava. And so, some people translate that as mood. Некоторые люди переводят это как настроение. But really, it means heart. Но на самом деле это означает сердце. And we're dealing with heart here as your core consciousness. Мы говорим в нашем контексте о сердце, как о самой глубине сердцевини вашего сознания. So it means the type of heart, core consciousness you've cultivated, will be the basis for the next life form. То есть глубина вашего сознания, средоточие вашего сознания, которое вы сумели развить в рамках своей жизни, это станет фундаментом для вашего следующего рождения. But, just for the sake of example, if someone was just totally absorbed in a particular life form, they're always thinking like that, admiring them, thinking how nice that would be, that wish could be granted. Но в качестве примера можно также сказать, что если какой-то человек полностью одержим какой-то формой жизни, и все время думает об этой форме жизни, восхищается ее представителями и так далее, то это желание стать такой формой жизни вполне может быть исполнено. Но, на самом деле, в большей степени это зависит от тех тенденций, которые сумел развить в себе человек. They may also remain on the human plane. Такие люди могут также остаться в мире людей. Or even possibly ascend. А возможно взойти выше. Скажите, пожалуйста, если я во время жизни развил у себя сознание Кришны, в момент смерти нахожусь в этом сознании, и я одержим идеи жить в жизни Кришны, значит ли это, что после смерти я сольюсь с Кришной? Кришна использует такое выражение. Вы войдете в мою семью, станете частью моей семьи. Опять же, поймите, что Кришна означает не только одного Кришну в изоляции, так же, как когда мы говорим король, это подразумевает также королеву, принцессу, принцев, придворных, министров и так далее. То есть, подразумевается, что есть система вокруг. Но можно также обрести и слияние, если именно таково ваше желание. Саюджи мукти. Это называется Саюджи мукти. Как русское слово Союз, не так? Союз. Есть некоторая связь между русским словом Союз, Союджи мукти. Слияние. Если представляем мы себе мир Абсолюта, и каждый человек после проведения своей жизни на Земле, это мир объектов или миротносительности, он возвращается в мир Абсолюта, то он автоматически должен слиться со своим Богом конкретным, там, Кришной и Христосом, то есть вернуться в Божественный Единый мир. После каждого рождения, вы имеете? Да, после каждого рождения, поскольку это мир Абсолюта, и он Един. Он как бы не делим. Согласны ли вы с таким подходом? Моя обижения, мы все пришли из Абсолюта, и мы все имели Абсолюта Натур. И, после живого этой жизни, такой-какой experiences, мы, после каждого рождения, мы revenемся к Абсолюту, Абсолюту Юiels, Юiels, Никтос, или прихожей нашего Союз, Вы согласны ли мы с целью? Упанишады приводят пример, сравнение. Они говорят, что бесконечно великая личность Бога и ограниченные живые существа это как Солнце, источник света и лучи, лучики этого Солнца. И луч Солнца по сути качественно един с Солнцем, но не по величине. Это необходимо учитывать. Есть ли еще вопросы? Дайте другим возможности. Скажите, пожалуйста, комментарии Прабхупады, как вы уносите с ним? Как твоя attitude towards комментарии Прабхупады? Я был инициирован Прабхупадой. То есть книги, которые Прабхупада выдавал, то есть там все точно, все соответствует перевод? Существуют некоторые части этих книг, в которые нужно внести какое-то новое понимание. И поэтому Джайадвайта Свами, например, доверенный ученик Прабхупады в свое время вносил необходимые изменения в книге Прабхупады в те места, где были допущены ошибки не Прабхупадой, но в том числе. Он был кем-то из его учеников, кем-то из редакторского, издательского состава. Но, давайте взглянем с другой стороны. Шрила Шридармар has observed that Rupa Goswami concludes Krishna Lila in one way, Sanatana Goswami concludes it in another way. Шрила Штарма Хараж говорит в одном месте, что Шрила Рупа Goswami дает определенное мнение о Krishna Lila, а Шрила Санатана Goswami дает другое, иное представление о той же Krishna Lila. И Шрила Гуру Махарадж сформулировал это противоречие в таком вопросе. Он сказал, что нам делать, если один всезнающий расходится в своем мнении с другим всезнающим, потому что мы принимаем их обоих. И Сарасвати Такур на этот вопрос ответил так, адхокшаджа. Что означает, что это за пределами постижимого для человека. А в другом месте другой великий предатель, Баладайо Ведя Пхушана, приводит свое сравнение Рупы Goswami и Sanatana Goswami. Он сказал, что они, Рупы и Sanatana, держат этот драгоценный камень Говинды в своих ладонях и показывают его с различных сторон. И поскольку они держат его в ладонях по-разному, то нам являются различные отблески этой драгоценности.